Я просто начну сначала. Я даже чуть-чуть сначала, да? Вот, мультик «Кудя» Борис Житков. Это вот тот мультик, который мой Матвей очень любит, и он повторяет из него те фразы, и он начал повторять эти фразы в два года, когда он еще даже два-три года где-то, вот так вот, я точно не вспомню. Но то, что он их твердил, твердил, победил, я эту фразу скажу потом. Которая нам вот, блядь, настолько по мозгам ударила, и мы, и мы, и нам все кликнуло. Вот именно вот про Матвея нам кликнуло. Короче, дореволюционная Россия булочная, и в ней такой добрый дядя булочник, да, булочник. Вот, там такая очень красивая, теплая атмосфера, там булочки, ватрушки, там. И рядом стоит такой мальчик, такой в шубе, в такой платке, в очочках. Видно, что он там не голодранит, да, вот какой-то из интеллигентной семьи, грубо говоря. И дядя вот этот булочник такой видит, и он такой открывает дверь, там, чего этого юноша мерзнуть изволите? Или заблудились по молодости лет? Вот он вот так вот говорит, да? То есть видно, что там человек, такой вот добрый-добрый, знаешь, и он понимает, что там нельзя, когда этого ребеночка там отпускать, нужно там разобраться, что происходит. И он такой, нет, я не заблудился, я из дома еще, навсегда. Он такой, а тот говорит, ну, не изволите ли там зайти, погреться с дороги и чай со мной откушать? И тот там мнется, мнется, он говорит, ну, заходи же скорее, пока мне тут сугроб не намело в дучке. И тот заходит, они усаживаются там, ну, типа рассказывают, что там, это, куда, куда путь держишь? То есть он не стал там критиковать, знаешь, там типа, он реально с ним продолжал диалог, да? Вот там узнать, там, реально, куда ребенок собрался? Он говорит, я в Америку решил податься. Он такой, в Америку? Типа... Да-да-да, ой, это такая штука. Типа, а с чего это? Он говорит, понимаете, я оторвал хвостик у одного злого великана. Он такой, хвост у великана? Интересный поворот. Вот. Да, и он такой, однажды он пришел к нам в гости. И показывает такой большой-большой такой дядя, ну, просто большой дядя, такой, видно, зажиточный, да, такой не худой, такой полненький. Я обхомнил, да. Ты видел его, да? Ну, я просто продолжу рассказывать. Да-да, конечно. Он такой, в огромной такой шубе. А шуба такая характерная. У нее такой паттерн из хвостиков. То есть, как бы она, она такая желтоватая, и вот... Паттерн из хвостиков. Да, такой паттерн из таких хвостиков. И он такой говорит, мех на ней такой желтый, и везде хвостики, хвостики. Мальчик этот рассказывает. Вот. А Танька, сестра моя, и говорит, это из редкой шубы... Это из редкого зверя шуба. Стохвостый пятнистый миопард называется. Вот. Ну, как бы... Фантазируют дети, да? А там этот мальчик говорит, никакой это не миопард. Это вот когда зимой... Зима наступает, этот великан выходит на охоту. И у всех животных хвостики открывает и на свою шубу приклеивает, ну, пришивает. Вот. И там они что-то повздорили, там поспорили вот по этой теории. И что-то там в порыве страсти взяли и оторвали один из хвостиков. И там у них такая паника, да, что, типа, они думают, что с этим хвостиком делать? И думают, и вот там, и приклеить обратно. Взяли какое-то варенье, там, пытаются как-то приклеить обратно. Потому что, ну, страшно. Потому что они... Они видят... Для них это такой... А, и у него еще такой, говорит... И он говорит, вспоминает, типа, у него был такой... Блядь, амбрелла... Зонт. Зонт такой, на котором инициалы D, Z. Главный злодей. Вот что это значит для ребенка, да? Что? И они сразу вот именно в этом контексте начали думать, что, блин, а что, если он приходит, если он дома эти хвостики все пересчитывает, да? Вот приходит домой и считает. Вот. И, в общем, они... Занимаются главными злодеями. Да, да. Хвостики сюда. Да. Вот. А Танька сразу в слезы, ну, типа, и говорит, я там все папе расскажу сейчас там, ну, типа, я говорю, ты что, хочешь, чтобы он и твоими хвостиками, а у него там, знаешь, косички такой, чтобы он твоими хвостиками свою там шубу украсил, как бы, не рассказывай папе. Ну, и там, и этот булочник на то спрашивает, ну, что, что там, его испугался, и решил из дома убежать. А! Нет, нет, не испугался. И вот, что характерно, я вот открыл недавно Excel документ, который я, я не знал, что он у меня есть, как в Google Docs. Я там собирал... Это вставка? Это вставка? Не-не-не, это вставка вот от меня лично, да, типа, потому что, что характерно, вот, ребенок с аутизмом, да. Подожди, даже скажи мультик. Не-не-не, это очень важно. Ааа. Это очень важно, потому что, ну, вот передает вот этот контекст. Окей. И мы туда записывали просто все фразы, которые Матвей говорил. Вот мы что-то там, вот это как-то неумело еще. Ага. Матвей, И потом, вот, мы почему записали, потому что мы не знали, что это такое он говорит, но он говорил-то очень часто. Ага. И мы поэтому внесли это в этот Excel документ и забыли, было бы, как слово. И я недавно его откопал, такой думал, блин, помнишь, Даш, ну, вот реально он говорил, вот, не, в Изюзиозе. Да, и что, и это реально у него эволюционировало в это. Нет, не испугался. Короче, именно с той же интонацией, что и в мультике, да, вот дети с аутистами, они, они вот, Эхалалия, Эхалалия, так было. А, не, вот эта именно фраза, она была еще до того, как они эту хвостик оторвали, но неважно. Неважно, да. Вот, да. Ну, и говорит, и что там, этот, былышный говорит, там такой, ну, и что, он пришел, как бы, и увидел, что хвостик оторвен, говорит, нет, просто сказал, здравствуйте, молодое поколение, шубу взял и ушел. там, они такие все дрожат, знаешь, такие очень испуганные, да, да, да. Вот, ну, говорит, ну, что, что ты из дома сбежался, так все хорошо вышло, да, он говорит, вот, и он достает, такой вот этот хвостик, они из этого хвостика сделали собачку, пуди, как вставили ему там ножки, там хвостик там обвязали, там, и он рассказал, что вот там Пудя такой умный оказался, там, все трюки выучил, все они начали играть вот с этим вот хвостиком, они очень к нему там привязались, там, вот, и тут зашел папа и увидел это, 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 это пуди, и он, как это, это же от его шубы, хвостик, и вот дети там в панике, там, девочка, Танька говорит, там, типа, папа, папочка, я тебе все сейчас расскажу, там, типа, да, и вот в этот момент прозвучала такая фраза, потом, это, типа, папа, папа, вот, его уважает, а нас нет, детей вообще никто не уважает, и вот эта фраза, детей никто не, вот, когда ты слышишь это от ребенка с аутизмом, по сто раз на дню, детей вообще никто не уважает, а он говорит, он говорит, вот эту фразу, вот именно эту фразу, вот этот, нет, не испугался, и вот больше других фраз, он из этого мультика не говорил практически, Даша не даст соврать, это реально вот, я тебе верю, да, да, конечно, детей никто не, детей вообще никто, детей вообще никто не уважает, ну вот почему никто, я все-таки думаю, что есть люди, есть люди, которые уважают, но мы потом начали копать в это, и мы начали как-то, и мы тоже, мы сейчас понимаем, я помню всякие такие моменты, да, когда вот я, ну так дальше, как бы смысла нет рассказывать мультик, его можно посмотреть, но я дошел до самого главного, да, ну то, что как-то, заканчивается хорошо, заканчивается хорошо, приходит этот главный злодей, нет, главный злодей приходит, и этот мальчик прячется вот за прилавком, да, и этот булочник, как ему, он, о, Геннадий Петрович, это ГЗ, это Геннадий Зотов, да, просто, просто, просто мужик, да, я понимаю, просто большой тупо мужик, то есть, вот эти вот, это как со стороны детей, это вот такой, тоже, пряджидис, да, вот предрассудок, или там, вот, что, что, да, фантазия, это такое интересное, я помню, сама эта идея, что ты можешь лечь и выдумать, что угодно, и это фактически сбудется, потому что ты будешь там, ты будешь, ну вот это вот одно, да, а вот то, что папа подлил огня, вот в это дело, он, ну да, он нужен был, как один из персонажей, моментально, знаешь, он такой, он такой худенький, такой, щупленький, ну, реально там, знаешь, его этот, этот Геннадий Зотов, о-о-о-о-о-о, вот так вот это, папа, блядь, трясется, прыгает, знаешь, там, тоже так, он боится, ну, видно, что там подсознательно, это папа его так побаивает, может быть, начальник, может быть, какой-то друг, который, знаешь, там, ну и папу тоже можно понять, заинтересить, детям, куски, чеши, одеяло, да, блин, а в том-то и дело, что вот в конце, надо было постараться оторвать от такой шума, да, ну смотри, прикол, что приходит в эту булочную этот, опять этот, геннадий Зотов, и там, и тот ему булочник отдает торт ему такой, и тот такой, а, еще там в процессе, такой, ну и, ну там, ты-то убежал, а что же с сестрой с твоей будет, вот этот булочник спрашивает, говорит, ну, наверное, папа отдаст этому злодею на съедение, вот, 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 и он настолько вот чувствует такую, такой вот, стыд за, ну, такой, блин, стыд за это, что он такой, говорит, и вот заходит этот главный злодей, да, у него, и он такой, прям вот набрался спелости, вылез такой, говорит, Танька тут вовсе ни при чем, это я вам хвостик оторвал, он такой, вообще не поймет, про что-то, конечно, для меня, а что у меня, хвостик, был, да так спасибо, что оторвал, знаешь, такой, ну, добряк такой большой, да, он такой, нет, это я от вашей шубы оторвал, ну, видишь, этот, кстати, Геннадий, он вполне себе был, уважаемый, уважительный к детям, и вот, что, прикол там, говорит, нет, я от вашей шубы оторвал, а, нет, нет, вообще, с чего вообще началось, что, то есть, вот этот, мальчик спрятался, да, за плывок, заходит, это Геннадий Зотов, да, но, в этот пуде осталось лежать на прилавке, да, там, типа, и вот заходит, Геннадий Зотов, такой, такой смотри, ха, как будто, от моей шубы, хвостик, и вот этот булочный, булочник говорит, там себе, ну да, тут там мальчик один, они с сестренкой сделали, вот там, играются, и вот в этот момент вылезает там пацан, и говорит, что там, типа, не надо Таньку есть, она, ну нет, он не сказал такую, такую фразу, типа, вот, просто говорит, типа, смотри, может, там кто-то есть, не птенчиков, не гнездышко, по-моему, в жизни, ой, бля, вот, ну как это, вот как это, вот, я, меня до сих пор не укладывается, ну и вот, да, и он говорит, ну оторвало, ладно, вот Геннадий такой, ну блин, ну что ли там, ну оторвало, пойдем, так я ж тебя знаю, там, типа, он даже вот ребенка знает, да, ну, пойдем я лучше себя домой, это было возвращено в лоно, да, ну пойдем я лучше себя домой, сегодня же у твоей мамы день рождения, и вот тортик он как раз маме покупал, покупал, вот так вот, вот, все досталось маме в конце концов, а прикинь, вот, да, мама, у нее день рождения, у нее сын пропал куда-то, она не понимает, вообще, что происходит, да, ну вот, блин, это прикинь, какой глубокий мыть, сколько раз мы его смотрели, да, вот, и вот, я вот возвращаюсь опять к тому, что, как, как мы смотрим, да, себя вели, такие, я помню, вот, осознанно помню, как он, как у него были такие вот приступы, он бился головой, я по стену, например, вот у нас была такая, знаешь, вот, шермочка, вот там, плозак, плозак, даже можно вот вспомнить, в каком апартаменте мы жили, и какой у него возраст, да, вот, в то время, ну, я помню, это, три-четыре года, это вот такой был, знаешь, вот последний способ вообще коммуникации, знаешь, ну, там ребенок тебе пытается это все сказать, он пытается все сказать, он говорит, вот, типа, ребят, уважайте просто, мне просто уважайте, но я помню, что вот во мне вот эти вот блоки, вот это вот тоже оцепенение, там, перед системой образования, не-не-не, перед системой образования, знаешь, вот перед этим Геннадием Петровичем, да, вот, который вроде как добрый, но я вот так его уважаю, а ребенка не уважаю. Ну да, но у тебя свои представления о том, что это такое. Да, и там нужно ровно к 9 утра поехать в школу. Я вот его, помню, запихиваю в этот корсик против его воли, а он очень сильный, да, он очень сильный ребенок. Да, он вообще мауглик. Да, и я думаю, ну блин, и вот у меня были такие срывы даже, да, там я просто садился. Конечно. Отсюда чувство вины и нас, родителей, которые нам никогда уже не вывести из себя. На самом деле психология вот здесь помогает, потому что родители, как та же Еша говорит, с готовностью берут на себя любое чувство вины за своих детей, ты им только дай это, и они тут же с удовольствием на это наброситься и себе присвоят. Вот, но ты пойми, что и у тебя тоже тут миры и космогонии, поэтому тебя тоже надо понимать каким-то образом. Ты тоже пытаешься дать ему лучшее. Не, не то, что дать лучшее. Я вот физически чувствовал вот такое сопротивление, да, я думал, что аутизм... Аутизм, да, я думал, что просто аутизм, это вот такое упрямство, да, вот упрямство, я думал. Ну, это реально вот такая просто борьба вот за жизнь. Другой полный язык. Да, и я помню, вот я как вот садился, за голову хватался, там, на полу сидел, вот он рядом, вот Матвей мой, да, типа, я его не могу даже вот вывести из дома, да, куда-нибудь в детский сад, там, вроде как специальная школа, там, в UBC, вроде все хорошо, как специалисты, но вот не хочет он. Е-мое, в какой-то момент, блин, нам так долго вот заняло, на самом деле, вот понять, чтобы это кликнуло, да, ну, постепенно вот по кусочечку мы поняли, что вот здесь надо уважать, вот здесь надо желать, а потом помнишь, что нужно просто всегда уважать, знаешь, вот реально просто тупо, тупо всегда уважать, и все. И вот, что вот характерно с аутистами, да, ты им не объяснишь это языком, они как бы языка не понимают, но они, у них настолько вот твердый внутренний стержень, что они там решают, допустим, закрываться, ну, почему там вот ребенок, допустим, может просто сидеть и качаться, да, или там вот сильно залипать в какой-то там, ну, такой repetitive movement, да, какой-нибудь, потому что они уже не знают, что делать, на самом деле, они уже попробовали все способы коммуникейшна, и, ну, в экстремальных случаях, когда вот совсем вот там типа вот родители дубовые вот не понимают, что нужно вот здесь вот пойти на уступки, и там реально начинается вот это вот биение головой об стену, и там сама, ой, самобичевание, self-harm, вот этот, блин, и ребенок реально, вот есть, есть экстремальные кейсы, там реально дети там с синяками, просто, да, вот всегда. Да, часть их identity, грубо говоря, ну, это так, как родители считают, и они там уже начинают это все лечить, там, и медикаментные, и седативными всякими вещами, да, хотя вот, ну, мне кажется, ну, не то, что кажется, мы, вот, по крайней мере, с нашим ребенком, мы уверены, что он просто все чувствовал, знаешь, он не мог это все словами описать, и мы не могли ему словами рассказать, если нейротипичного ребенка... Это какой-то другой язык, я даже не знаю, какой-то, но это какой-то другой способ общения. Да, если обычного ребенка, который разговаривает, ты его, может, там, знаешь, и вот это вот, вот это вот магия, вот, вот, ради вот этого я и включил, вот это вот. Ну, все равно, но оно и было, и уже искрестных слов не выкинешь, как говорится. Первые свисти. Она, может быть, опять сюда прилетит, если эти свисти начали здесь свисти, то они уже начинают сейчас, наверное, подъедаться, потому что они бедняги вообще, как они выживают зимой? Да. Я не понимаю, кроме тех, подкормки, а что у них еще есть? Где еще нехтар добыть вот в январе? Я не могу все представить. Я вот сейчас вот пока шел, у меня был такой, знаешь, момент, я чуть не заплакал, я не знаю. Овер эмоциональность, помнишь, я тебе написал, овер эмоциональность у тебя, в принципе, Игорь, я тебе скажу, что я тебя понаблюдал вот эти последние два раза, когда... Ну, я, да, ну, посмотри, я могу еще закончить. А, закончу, закончу. Да, то, что вот если ты обычному ребенку можешь там словесно, да, там, забулить, там, что-то ему там, знаешь, какие-то аргументы даже привести, что он там, ну, реально может там послушаться, да, ты его можешь зажать в рамки. Вот это, я думаю, вот почему вот сейчас вот конфликт даже в той же, блин, России? Потому что там это считается обычным делом, вот, зажать в рамки ребенка. Как бы вот нам, ну, как мой отец сделал, да, он считал, что это все во благо, да, вот, воспитанный человек, в кавычках, ну, вот, воспитанный. У меня родители, допустим, совсем другие. У меня никогда не зажимали меня. А иногда такие, знаешь, ну, не, вот здорово, если у тебя родители такие. Да, у меня такие. Но мне кажется, это исключение из правил. И вот причем, смотри, что характерно, именно в таких интеллигентных, грубо говоря, кругах, это считалось нормально, что, типа, так вот, ребенку нужно научить слушаться родителя, да, там, типа, ему нужно, не знаю, пианино научиться обязательно, там, ему нужно манеры там научиться, как бы, вот, там, может, ну, как правило, это все против воли, через крики, через, там, иногда даже рукоприкладство, это все добивалось, да, и вот там, и там считалось, что если, там, ребенок спокойный, и такой вот, и он, как бы, может быть, даже снаружи, он не видно, что он, типа, забитый, да, но он гораздо тише разговаривает, да, он уже не может, там, подойти побегать там, где он хочет побегать, вот, ему нужно вот, то есть, вот, потому что в таких узких рамках очень легко удержать человека, потому что если ты ему сразу, как бы, обовьешь желание свободы, как бы, намного легче это поддерживать. А когда рамки большие, круглые, как бы, и ребенок доходит до этих рамок, там, вот, допустим, у него очень много свободы, но когда ему там, допустим, он упирается в этот барьер, что вот, ну, нельзя вот что-то, чего-то там, может быть, что-то опасное даже, да, вот ты просто физически говоришь, ну, блин, вот реально тебе нельзя сюда залазить, потому что вот здесь вот там скользко, и ты ебанешься, и там голову себе разорвешь, да, и ты пытаешься его удержать, и это гораздо сложнее, это, да, и этот крик, это истерика и так далее. Но это, это вполне нормально, но люди боятся этого, и вот то, что вот там здесь абсолютно, вот на Западе, да, абсолютно нормально относятся к тому, что там ребенок кричит, да, ну, это ребенок кричит, ну, а как бы в идеале он не, чтобы он не кричал, чтобы коммуникация между родителями и ребенком была всегда, а крик это всегда результат мискоммуникейшн, вот всегда, ну, это, если там только ребенок не упал и физически не повредился, и то вот мы с Зойкой видим, это вот реально видим, просто крик начинается только когда, тогда мы, когда мы ее игнорируем. А, и наоборот, что она там побежала, упала, допустим, да, если мы просто там проявили эмпатию, вот этот, этот крик, он вообще, он такой короткий, мы сами в шоке. Как бы с Зойкой мы уже настолько вот там чутко это все делаем, но да, у нее есть вот это вот тоже внутренний стержень, такой, у нее там, когда она доходит до рамок, у нее сильный, допустим, крик, и мы настолько окей с этим криком, что, ну, мы понимаем, что это просто, это просто вот ребенок чуть-чуть вот дошел к рамкам, к этим рамкам, и нам, наша задача как бы вот установить этот барьер, да, вот осознанно установить, это и итог, и всегда это мы проверяем, как бы мы этот барьер устанавливаем, потому что это safety issue, да, или мы этот барьер устанавливаем, потому что society, ну, как бы сообщество хочет нам это навязать, да, или это вобилон нам это хочет навязать, да, то есть мы, мы так на осознанном уровне, мы так вот это выносим и пытаемся понять, ага, а может быть, и не нужна эта рамка, да, вот, допустим, сегодня показательно, вот почему я к тебе опоздал, у меня дочка просто сказала, я не хочу сейчас ехать в садик, и, ну, вот с моим вот этим состоянием, которое в пять месяцев началось, да, я такой думаю, ну, блин, ну, make sense, как бы, ну, да, посиди, а, говорит, я хочу в телефон поиграть, я думаю, да, поиграй в телефон, а чё нет-то? И вы, знаешь, да, я сейчас договорю, потом ещё про конфеты расскажу, говорит, типа, и у меня реально не было в том состоянии аргументов, почему нет, да, почему нельзя вот ребёнку просто дать в телефоне, она, она не просто там, знаешь, купит, она реально там играет в какую-то обучающую игру, где там звери в этом, в дереве, там, в дупле, они там вылазят, она там что-то тапает, они там вылазят, что-то, видно, что вот ребёнок просто заинтересовался, учится, как бы, не просто там, не знаю, там какой-то мультик смотрит, и даже мультик, даже мультик, это, это всегда какой-то вот, ну, блин, анализ, это там, да, это вот, какой-то мыслительный процесс, она уже знает, что она хочет смотреть, что она не хочет смотреть, мы иногда, реально, мы минут по 10, я там говорю, вот этот тебе включить? Нет, вот этот нет, вот этот нет, и вот она знает, что она хочет. Ну, конечно. И даже вот этот, блин, она вот с утра, например, когда мы её в школу собираем, ну, в садик собираем, мы, мы, мы всегда даём выбрать, что надеть, вот это вот так важно, на самом деле, и, и давать выбор вообще. Да, сгул. Это, это очень. Мы тебе никогда вот этого, кстати, не предлагали, по-моему. А, это вот эти все мелкие вещи. Вот тебе колхотки, вот тебе, вот все стоишь. Да, да, это на самом деле так важно, потому что, во-первых, там, ты даёшь человеку выбор, ты даёшь человеку ответственность, да. Да, это просто хороший трюк. Она отставит свою точку зрения уже. Если есть для чего выбирать. В два с половиной года она уже отставит свою точку зрения, хотя все нам говорят, да чё, кто её слушает, там, пусть вот надевает вот это. Я думаю, ну, что за фигня, почему это? И да, она выбирает одно и то же красное платье каждый день. Мы уже знаем, что она его выберет, мы его, блин, стираем сразу, потому что она его выберет, блин. Вот такие вещи, вот, просто я хочу подчеркнуть, именно уважение к ребёнку, это, блядь, вот, вот если, когда кликнет, это всё настолько легко. Но чтобы кликнуло... Надо пожить. Нет, нет. Надо не пожить. Нет, надо взорвать мозг. Ага.